добрый вечер дорогие друзья в эфире телеканал региона и как обычно в это время программа хороший плохой злой сегодня в студии мои коллеги георгий лазеров виталий сапожников я александр котов да здравствуйте здравствуйте еще раз будем распределять роли изначально как мы это обычно перемешать да я уже просто перемешал не показывайте карты другим товарищем не показываю ох ты я сегодня хороший первый раз за очень очень долгое время я сегодня плохой я злой ну что роли распределили значит приступаем к первой рубрике тяти тяти нашей сети это мои сети принесли в президент таджикистана имамали рахмон вел уголовную ответственность за колдовство причем колдовством в таджикистане нынче считается все бабушки которые завораживают привораживают собирают травы и таким образом не традиционный лечить подожди подожди тут самое интересное сжигать не будут будут наказывать лишением свободы до 7 лет раньше просто штрафовали теперь будут наказывать лишением свободы до 7 лет мотив каков мотив дело в том что в сравнительно небольшой стране под названием таджикистан развелось скажем так уже пять тысяч представителей оккультных наук я не знаю как это еще назвать тех кого они считают колдунами да и они на сегодняшний момент составляют огромную конкуренцию традиционной медицине то есть люди предпочитают не идти в больницу не идти в поликлинику а предпочитают идти там к бабушке знатарки либо там какому-нибудь колдуну и тут тут надо понимать что в первую очередь мали рахмон мало того что заботится о здоровье до своих соотечественников так он таким образом еще и спасает национальное здравоохранение потому что если скоро в больнице в конец опустеют то куда денутся врачи они поедут в россию будут работать я как плохой да я как плохой могу сказать ну конечно плохо колдунов не надо вот как хакеров их надо отлавливать и не сажать а брать себе на работу понимаешь то есть создать такое сколково конечно в те же больницы да колдосколково колдосколково да ну такой таджикское колдосколково как таджикфилм я боюсь что бюджет таджикистана просто не выдержит еще если 5000 человек возьмет на работу весьма себе потом смотри потом смотри то есть их взял в тюрьму посадила они же колдуны они так и сквозь стены я считаю что новость это хорошая потому что колдунов регулировать каким-то образом надо а то иначе они там в таджикистане и до какого нибудь культа вуду доиграются таким образом и в чем еще хороша эта новость нам бы такого президента который бы загонял можно сказать насильно людей в поликлинике в больнице говорил лечитесь дорогие таджики ну в смысле в нашем смысле россияне будьте здоровы и не ходите по всяким шаманам с другой стороны вот если злиться то я не знаю верили в чудеса или нет я к сожалению с этим не сталкивался но хочется верить и как бы не было так что вот как средневековье инквизиция всех под одну гребенку и виноватых и не виноватых а может действительно там какие-то колдуны и знахали которые могут помочь в отличие от высокоразвитой таджикской медицины и про таджикской медицины сейчас было по-настоящему зло сказано едем дальше друзья когда нам очень сильно чего-то хочется узнать мы это спрашиваем у кукушки поэтому мы сделали такой процесс когда человек говорит того мне нужно что-то срочно и сейчас и компании говорят куку у нас это есть это моя новость сейчас я все объясню значит вот алексей пенский это разработчик пенских да разработчик отечественного мобильного мессенджера то есть такой ну то есть мессенджера и система поиска информации то есть взамен гугла и поисковик да то есть взамен гугла взамен других ватсапов да то есть у нас будет свое приложение которое будет называться куку ау не просто куку ау куку ау да вот именно в таком ключе вот ну и в общем то как бы ребята сейчас собирают деньги на на стартап все очень серьезно вот сами слышали все мы спрашиваем если что-то хотим узнать оказывается у кукушки вот и господа в общем разработчики думают что ну в ближайшее время как только проект выйдет на полную мощность он просто разорвет и гугл и ватсап и телеграм и прочие мессенджеры которые нам не друзья не ну я считаю что новость хорошая потому что по сравнению с летающим топором который был в недавнем прошлом это уже хоть что-то это реальный такой прорывной шаг и я думаю что я думаю что вот эта идея эта инициатива возможно даже где-то будет посерьезнее таджикских колдунов и шаманов они где-то вот с поисковой системой спутник они где-то мне кажется в одно в одном месте в одном месте находятся лица разработчиков вайбера ватсап они так ну конечно они вот так вот сделаешь просто все фейспалм причем ребята действительно уверены что они потесняться они не думают они уверены что и наверное когда ходите мучить от кого-то деньги надо делать вид что ты уверен они рассчитывают наверное на то что наши российские пользователи окажутся патриотами к черту вайбер черт ватсап я честно говоря или я не представляю себе окей google еще я научился говорить в телефон ау ку-ку ку-ку ау а тебе телефон будет отвечать ку-ку ку-ку мой мальчик ну вот возможно они даже вспомнили нашу старую рубрику которая возможно возможно да возможно у нас когда-нибудь да всплывет движемся дальше у нас еще третья новость новость моя это детский омбудсмен павел астахов ответил на упреки в том что его жена рожала не в россии в какой-то частной клинике во франции в очередной раз рожала в очередной раз очередного ребенка в очередной раз я не мог рисковать он ответил ну а в принципе с точки зрения мог рисковать семьей с человеческой точки зрения его понять можно ну да не мог рисковать и чтобы все на самом деле прошло хорошо он предпочел все-таки квалифицированных врачей не таджикских не российских вот но с другой стороны человек который запрещает выезд российским детям инвалидом на запад это немножко как бы не совсем последовательно что вот так вот а я считаю что очень хорошая новость я считаю что можно поздравить можно поздравить астахова и тем что он там четвертый раз по моему достал отцом во первых во вторых надо понимать что детский оббудсмен астахов для того как стать адвокатом например был сотрудником комитета государственной безопасности если это так вот хорошо биографию почитаете то есть человек очень последовательно идет к цели в советские времена кгб шник потом адвокат детский омбудсмен потом Он, наверное, будет адвокатом дьявола. А в чём хорошесть этой новости? Во-первых, я надеюсь, что у тех людей, у которых были иллюзии относительно омбудсменов, по крайней мере, детских, эти иллюзии пропадут. А во-вторых, классный парень, а как он может заботиться о чужих детях, если он хорошенько не позаботился о своих? В первую очередь не подумал о своих. О своих он подумал, они у него не просто там рождаются, они у него там ещё и живут, надо понимать, а он к ним регулярно летает домой, во Францию, о чём сообщает в социальных сетях, опять-таки, достаточно регулярно. Поэтому новость хорошая, со всех сторон как ни посмотреть. Я не знаю, что там хорошего, но у меня кроме недоумения это больше чего не вызывает. Плохая новость? Да, конечно, плохая. Более того, ты понимаешь, что могла бы там быть версия «ну, так получилось», как с предыдущим ребёнком он объяснял, говорит, ну, мы там как бы отдыхали в Ницце, да, и тут мы вдруг начали рожать, да, понимаешь, ну, как бы лететь уже нельзя и так далее и тому подобное. А тут, в общем-то, как бы человек говорит, да вы все челядь, ребята, я, в общем-то, как бы вот о своих забочусь, вот, а вы там выживайте как хотите, а мы будем рожать во Франции. Следующая рубрика, у нас Виталий Сапожников приготовил нам несколько сюжетов, которые мы сейчас посмотрим и обязательно обсудим. Территорию Оренбуржия постиг большой Бадабум. Донгусский полигон отдали на откуп новейшим образцам вооружения российской армии. Поле условного боя отутюжили танки, самолеты, вертолеты и ракетные установки, то есть всем, чем можно было побряцать, побряцали, а все для того, чтобы уничтожить некое бандформирование. Подобным спецэффектом позавидовал бы и Майкл Бэй, в свое время разармагеддонивший полпланеты в своем фильме. Получилось действительно зрелищно, а главное эффективно. Верховный главнокомандующий одобряет. Учения показали высокие тактико-технические характеристики современных систем вооружения и тем самым еще раз подтвердили значительный потенциал наших оборонных предприятий. Впечатлились и иностранные наблюдатели. Они съехались в Оренбурже со всего мира, от Казахстана до Бурунди. Определенно у отечественного ВПК после этих учений очков прибавилось. У меня один только вопрос. К чему готовимся? Многие говорят, что пейзажи Донговского полигона крайне похожи на пейзажи Сирии. Это говорил господин Коношенков, старый, кстати, знакомый, руководитель пресс-службы Министерства обороны, говорил в интервью коммерсанту, когда разговаривал с Андреем Колесниковым. Да, это нечто подобное проскочило. Ты в этом плохое видишь. Я в этом вижу хорошее. Потому что хочешь мира, готовься к войне. Армия, как любой коллектив, должен учиться. Может быть, даже где-то на своих ошибках, но должен учиться для того, чтобы быть к чему-то готовым. Хотя на самом деле ни к чему бы не хотелось готовиться. А что же в этом хорошего? Ну, вот я всегда говорю, хорошо, если Оренбурги где-то там на федеральном уровне, а тем более на уровне Бурунди, да, еще чего-то вспоминают периодически. Плохо, когда это связано с какими-то учениями или не очень хорошими событиями, но хорошо, что это вообще происходит. А мне хочется надеяться, что вот эти учения, если уж говорить об армии, то это не какая-то такая показушная картинка, что действительно все это есть. Приборчик там не работал, помнится, батареечки сели, если кто-то читал. Ну, бывает, да. Потому что армия, это ведь не только вот эти показательные учения. Армия, это же большой организм, который, между прочим, съедает очень большое количество денег. И это и контрактники, это и срочники, это и квартиры, и все на свете. Конечно, хорошо, что вот мы можем вот так вот показать всем, всему миру и наблюдателям, что мы что-то можем. Мини-кусики-но-май. Да. Но хочется надеяться, что вот подноготное, скажем так, что внутри, оно соответствует начинке. Мне просто интересно. Вот у нас вот эти парады, да, происходят. У нас за этот год уже этих учений всевозможных прошло какое-то гигантское количество, не говоря про то, что мы выкидываем какие-то колоссальные суммы на это. Ну, не я, конечно, и не мы с вами, вот, но опосредованно так или иначе, да. Так еще и у меня остается вопрос, мы перед кем мускулами-то играем? А у меня встречный вопрос, короткий. А ты бы предпочел, чтобы российская армия, так же, как американская, проводила бы свои учения в Турции, в Японии, в Пакистане? Ну, ты знаешь, я думаю, что американская армия проводит учения на своей территории, у них достаточно там безлюдных территорий, то есть не все заканчивается Донгунским полигоном, вот. А все остальное уже это как бы другая история. Я не хочу, чтобы наша армия проводила учения или какие-то действия на территории других государств. Ладно, собрались три высоких генерала размышляют, да? Высокий генерал размышляет о учении. Давайте, да, давайте к следующему сюжету. Шарлыкский район на неделе полнился самыми невероятными слухами. Мол, к нам в гости прилетел НЛО. Местные жители видели, как из глубин вселенной на гостеприимную шарлыкскую землю упал неизвестный аппарат, причем явно неприродного происхождения. Уж не братьте ли по разуму? Спокойно, Малдор сказал бы Скалле. Истина, которая где-то рядом, оказалась куда более прозаичной. Через несколько дней выяснилось, на территорию области шлепнулся космический спутник-разведчик со специальной аппаратурой Кобальт-М. Его еще три месяца назад запустили с космодрома в Плесецке. Дальнейшая судьба пришельца оказалась печальной. Его поспешили взорвать военные. В любом, в любой непонятной, неизвестной ситуации взрывай. Не понял, что взрывай. Не понял, да. Мне просто интересно, они до взрыва разобрались, что это был спутник? Или уже как бы по постфакту? Другое, почему они на следующий день, еще через день, даже первые два дня, они отрицали то, что вообще что-то, принадлежащее военно-космическим войскам в России, да? Да, военные сразу крестились, хоть что-то упало. Там версии было, то есть... Они говорили, что это иностранный спутник-шпион. Какая-то ступень, ракета какой-то вообще, то есть там версии на лово, наконец-то. Да, ну так как ни один гуманоид при съемках данного ролика не пострадал, ясно, да, что все это весьма себе земного происхождения. Нет, хорошо, что мы можем относиться к этому с юмором, и хорошо, что это грохнулось где-то рядом с Шерлуком, а не на Шарлык, понимаете, да? А как местные жители не растащили на металлолом это все сразу, я удивляюсь, хотя возможности-то были. Когда его еще... А в интернете изначально шерлукчане устроили, ну если не панику, но такую движуху, можно сказать, навели, потому что что-то пролетело, что-то мелькнуло, что-то упало. Разберутся еще, в первую очередь уничтожить, а потом разбираться. Самолеты, например, когда падают, их потом, наоборот, собирают по крупицам, чтобы понять, почему оно упало. А здесь, как бы, ну упало и упало, шарах, короче, нет предмета, нет проблем. Ну, потому что, когда самолеты падают, там все-таки, наверное, люди гибнут, поэтому разбираются так. То есть, надо было, чтобы кто-то погиб? Ну, не надо было, почему? Ну, наверное, они как-то знают, что-то знают, почему. Ты переверни табличку, то есть, все, не забывай, что тебе надо злиться постоянно. Не могу я злиться, мне весело сегодня. Ну, если весело, давай тогда к следующему сюжету переходим. Пора подумать о душе. В Оренбургской колонии номер восемь, в которой, к строгорежимники, на днях осветили церковь. И теперь заключенные могут замаливать свои нешуточные грехи, что называется, с комфортом. Особенно я рад, что здесь, в этом месте, созидается храм, чтоб люди немножко пришли в себя. Потому что каждый человек-то образ и подобие божие. Леш, слушай, ты играешь с базором на правом фланге. Значит, на левый фланг у нас уходит, получается, масик. А после в футбольном поединке слеснули сборные колонии номер восемь и Оренбургской епархии. представители духовенства, даже мощная предматчевая установка не помогла заключенным. Ну, друзья мои, такая тема, которая, в общем-то, над ней шутить не самый лучший вариант. Поэтому, наверное, давайте пригласим нашего гостя. Над сумой и над тюрьмой или над религией? Над тем и над другим. Поэтому сегодня у нас в гостях отец Александр Азаренков. с ним мы пообщаемся. Здравствуйте, отец Александр, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот видите, у вас даже табличка хорошая. Я вам ее оставлю. Спасибо. Ну, отец Александр, на этой неделе, скажем так, в религиозной, не только в православной конфессии, вообще в религиозном мире произошло много событий в нашей стране. Вот давайте вернемся к тому сюжету, который мы показали. Что это за такая традиция, да, вот в тюрьмах, при тюрьмах обязательно открывать храмы? И для чего это делается? Работает. Это востребовано. Это востребовано. На самом деле очень работаю. Я этим занимаюсь уже лет 15. И, скажем, работа или служение непростое. И, на мой взгляд, мы берем как бы некий ориентир и черпаем силы Священного Писания. Может быть, есть какая-то статистика относительно тех людей, кто регулярно, кто стал воцерковленным, кто стал регулярно ходить в храм? Есть ли среди них рецидивисты? Каков их процент? То есть, многие ли возвращаются на путь прежний? Я очень понимаю этот вопрос. И каково их соотношение? Когда народ освобождается, я заметил следующее, что мне показалось. В процентном соотношении процентов, наверное, 85. Практически месяца через 3-4, наверное, забывают уже о вере. Дорогу храму теряют. То есть, когда их лишают свободы, то есть, они как-то очень быстро приходят к вере к Богу. То есть, получается, вот эта воцерковленность, она, скажем так, не истинная? Конечно. Народ, который воцерковляется там и начинает свой первый шаг, то есть, создавать этот фундамент, он основан не на свободе, в том смысле, что он находится по принуждению. И вот в этот момент он услышал голос, скажем так, церкви, услышал голос Божий в своем сердце и искренне понял, что это правда. Начал искренне в этом каяться, искренне стал меняться и на самом деле принес как бы некое искреннее покаяние. Это точно. Ну, конечно, бывают разные люди, но, в общем-то, если искренне человек подошел к этому вопросу, то трудно на самом деле обмануть. Но он не понимает такого момента, что это есть фундамент не на свободе, а именно там, как бы по принуждению. И тут присутствует как бы некая ложь. Ему кажется, что он уже хорошо себя чувствует, что он достаточно воцерковлен и прям готов-то, если бы прямо сейчас меня бы выпустили, я бы сделал очень много добрых дел. Он искренне так думает. Потому что соблазнов нет. Да, он ошибается. Но когда, как только он выходит, здесь вот этот фундамент как бы уходит. Ограничение снято. Снято, да. Вот то, на чем это все основано, это очень важный момент. И он начинает искать тот фундамент, а его нет. И он пытается его как бы построить, а строительного материала нет, у него нет ни опыта. И он постепенно начинает падать, падать незаметно. Плюс еще нет людей, которые могли бы поддержать. И вот, собственно, понимая это, у меня возникла такая идея создать некую буферную зону, некий революционный центр. Я его пытался создать лет, наверное, десять назад. Вот. Но одна неловкая статья, которая следующим образом была написана, что как бы я, как священник, хотел бы сделать в одном из районов колонию-поселение для всей России. Ну, то немножко просто человек не понял. Вот. У меня пошли как бы некие такие гонения, что ну как же так, то есть здесь же и справедливые, что здесь дети. Вот. И, собственно, немножко они не поняли, это не колония-поселение, да. А речь шла об выжимке тех людей, которые бы, собственно, можно было с ними дальше трудиться. Которые искренне покаялись, которые поняли, им просто нужна была поддержка. И как бы вот этот центр, он бы такую поддержку и давал. Вот. Первая попытка была неудачна. Вот. Вторая, это в Беляевском районе. Мне очень трудно было людям объяснить, что это не то, о чем вы думаете. Вот. Но потом я перестал им об этом говорить. И вторая попытка была в Святых Пещерах. Вот. И с тем, с чем я столкнулся, я понял, что десять лет я этим занимался. Раз через раз. То есть было наполнение, были люди. Вот. Я понял, что это так очень сложно. Все так это непросто. И практически из тех людей, которые там были, это пять процентов из тех, которые вышли. И из них еще процента два, собственно, которые сегодня являются насильниками монастырей. Хотелось бы одной такой темы коснуться. Да, сейчас много зачастую идет критики в адрес русской православной. Зачастую обоснованной. Зачастую обоснованной. Абсолютно согласен. Вот у меня, во-первых, вопрос к вам. Вот вы говорите, что вы пытались организовать центр раз. Пытались организовать вот это поселение два. Вы сами это делаете? Или есть какая-то поддержка от руководящих? Иерархов. Со стороны высших иерархов. Да, каким-то образом. Поддержка есть. На словах? На словах. Или каким-то образом? Финансовая? Я не знаю. Финансовая? Финансовая нет. Только просто благословление и все. Я говорю, дай тебе пистолет, крутись как хочешь. Ты еще и зарплату платят? Примерно там. Примерно так. На самом деле, что касается церкви, я... Спасибо вам за такой вопрос. Очень хороший вопрос. И нам самим от этого печально бывает. И потом, мне кажется, самое главное для нас сейчас научиться просто говорить правду. Не оправдываться. А вот как есть, так есть. Люди подходят, ну как же так? Вот у вас то, это... Я отвечаю, говорю, ну знаете, это правда. Правда, что сегодня много маловеры. Малой веры у нас, да? Маловерные мы. Сейчас найти верующего человека, даже среди священства, это надо поискать. Даже так? Конечно. Истинного человека, который истинно верит. Я думаю, что они есть у нас на иконах, их святые называют. Поэтому, мне кажется, вот их выделили как святые. Если сейчас люди говорят, ну мы не хотим больше вот этого всего, дайте нам святых. И вот результат. Поискать, провести какой-то опрос или где-то, ну как я сказал, поискать, то мы, думаю, вряд ли их найдем. А если мы их не найдем, то, собственно, эта потребность людская, она как бы растет. Именно вот, все-таки в этой нравственности, в духовности по силе. И очень многие не понимают следующие вещи. И мне кажется, нам надо вот как-то людям это донести. Простой пример. Многие говорят, что священники являются посредниками. Ну зачем нам такие посредники? Мы сами можем спокойно верить Богу, да? Я хочу сказать следующее, что священник никакой не посредник. Все это ложь и это неправда. Священник всего лишь служитель. Единственный посредник был это Божья Матерь, которая родила Христа. Почему так много маловерных? Зачем люди принимают САН, если они… Они сами не понимают, наверное, того, что они… Для чего это? Что это? Это какие-то финансовые… Финансовый какой-то интерес. В том числе. Вы знаете… Это работа. Вот это очень печально. Я хочу просто сказать, что меня надо как-то понять более объективно, чтобы не было это как-то однобока, да? Вот есть, скажем так, масса священников, да? Например, у нас в епархии, скажем, человек 800, например. Из них 5, которые могут себе позволить ездить, допустим, на хороших автомобилях, да? И мы все знаем этих священников. И мы их знаем, этих священников. Все остальные, поверьте, я как руководитель социального отдела имею сейчас некий склад, если вы о нем знаете, у меня сегодня на попечении 530 семей многодетных и 2000 детей. И большей части там священники, которые живут в других регионах в нашей Оренбургской области, имеют судо в районах. Спасибо. Вот. И я вижу, что они реально бедствуют. И реально много очень хороших людей, много хороших священников, которые реально исполняют, да? Именно вот свое послушание. И, конечно, многим даже прихожанам, когда… и даже священникам очень обидно, когда кто-то, простите, паршивая овца, которая себя как-то не так повела. Вот. И это публичная овца. Вот. И, конечно, очень неприятно, потому что все пятно, как правило, да? И… Ну, на самом деле… Ложка дегтя, она… Верно. И мы, не сознавая, даже, честно сказать, не сознавая, обижаем своим таким осуждением, хотя, может быть, достойным осуждением этих священников. И более того, даже не священников. То есть за этими священниками идут их семьи, их дети… Церковь в целом. Церковь в целом. Да, в целом. К сожалению, есть такое то, что вот сегодня происходит. Вот. Один человек говорит, что я пришел туда, потому что увидел, что церковь там хорошо живет. Другой увидел, что там никто не трогает, я могу свои другие грехи какие-то, да, уж постыдные, не буду о них говорить. К сожалению, такое тоже есть. Однажды, когда я был в семинарии в училище инспектором, я отвечал, как бы, за некую дисциплину. Как-то я пришел вечером в спальню, уже был отбой, и не обнаружил одного из своих подопечных. Меня там очень сильно, как бы, ну, доверяли, и не было такого, что кто-то там кого-то закладывал. Просто доверяли, знали, что, по крайней мере, я не хочу, никогда никого не обижу, там, не осужу, постараюсь поступить деликатно. Я так всегда поступал, и люди знали, поэтому это не считалось зазорным там об этом сказать. Вот они мне сказали, что он находится в ночном клубе. Вы можете представить. Вот. Я переодеваюсь. Идете тоже в ночной клуб? Идете в ночной клуб. Вот. Честно говорю, как есть. Вот. Покупая бутылку пива. И раз, походил, посмотрел, увидел, он сидит. Ну, я, конечно, рядом сел. Вот. Там играла музыка. Я так его немножко подтолкнул. Как вы его… Он на меня так посмотрел, надо было это видеть, лицо его. Он подпрыгнул. Он в шоке, вообще не ожидал просто. Вот результат. Я говорю, ну, давай, по стаканчику пива мы с тобой выпьем. Говорю, здесь. Вот. Мы с ним пообщались. Потом вышли. Я спросил, зачем? Вот. И тогда он мне поверил, зачем? Я ему объяснил, что это настолько все очень серьезно. Вот. Служение в церкви. Тебе стоит задуматься. Вот. Где-то около часа-полтора мы с ним беседовали. Я ему вообще ничего не говорил. Не принуждал. Не заставлял. Он на случай день написал заявление об уходе. Он все понял. Из семинария? Из семинария. Да. То есть, логично. Ну, вообще, вот, кстати, у нас время, к сожалению, уже ограничено, но один вопрос хотелось бы задать о вашей, скажем так, не церковной деятельности. Потому что, ну, вот, вы там про бутылку пива заговорили. Я знаю, что вы еще и гонщик. То есть, ты как это спил как-то это соотнес? Нет, я к тому, что это не имеет никакого отношения к, скажем так, к богослужению. Хотя кто-то выпьет, а потом погоняет. А наоборот, да, к какой-то мирской жизни вы еще и гонщик. Как вы к этому пришли вообще? Трековые гонки, да? Да, там и трековые, по-моему, и кольцевые, я знаю. Автокроссер, роликроссер. Я уже практически все дисциплины попробовал. С Андреем Радышным, по-моему, недавно буквально выезжали. Куда? В Казань, Москва, еще раз Казань. Успешно? Вот я сейчас последнюю гонку настолько стал ощущать вообще единое целое с масса автомобилем. Я не знаю, как это пришло. Я понял, что это вкат. Я сегодня говорю, надо вкатываться. Я этот вкат почувствовал вот сейчас. Только почувствовал, что это такое. Сколько лет спустя? Три года. Три года, да. Я потому что присутствовал на соревнованиях, где отец Александр только начинал. По-моему, это были зимние кольцевые. Вам первый раз тогда участвовали? Я приехал первый раз в Самару по приглашению Радышного на его день рождения. И там была гонка. Поверьте, я никогда в жизни не был на гонках. Видел по телевизору. Как только я увидел вообще эти гонки, я сразу сказал, что я поеду. И через неделю я уже поехал на чемпионат России. Через неделю. И как-то поначалу было, разбил автомобиль сразу. А потом постепенно и стал третьим на России. Получил КМС. Зимой получается КМС получил. Удачи вам на следующем этапе. Друзья мои, время у нас, собственно говоря, подошло к завершению. Давным-давно уже. Спасибо вам большое за интересующий разговор. Спасибо вам тоже. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Отцы святые.